Сегодня многие жители города Балаково проснулись от низкой температуры в своих квартирах. Остывать батареи стали в районе нуля часов по местному времени. Уже ближе к началу рабочего дня стало известно об аварии на теплосетях в районе улицы Вокзальной. С этим стали поступать информация о 57 домах, оставшихся без центрального отопления. Однако по оперативному опросу, созданному в группе типичной Балаково в социальной сети ВКонтакте, под данным постом свои комментарии с адресами домов оставили 739 человек. Наш корреспондент поспешил на место происшествия, где увидел мобильную группу областной службы спасения, работающую спецтехнику и работников управления теплоснабжением ПАУТ-Плюс. На вопросы, какие ресурсы и техника задействованы в локализации аварии, а также о дальнейшей судьбе отопительного сезона, ответили официальные лица. «На данный момент к месту аварии прибыла мобильная группа областной службы спасения с резервными теплогенерирующими пушками и с мобильным пунктом управления и мобильным пунктом обогрева. Ничего сложного. Сейчас выставим одну палатку для того, чтобы личный состав, который участвует в ликвидации последствий данной коммунальной аварии, мог обогреваться. Для того, чтобы, скажем так, повысить степень комфорта для устранения данной аварии. Привезли сюда 14 тепловых пушек. На данный момент мы их складируем на базе Балаковского отделения службы спасения. При необходимости, по указанию администрации города Балакова, она будет выставлена в любом месте города Балакова по необходимости». «Сегодня в ноль часов произошел порыв на магистральной теплосети диаметром 600 мм на улице Вокзальной. Кратковременно прекращалась циркуляция теплоносителей на город. Но в данный момент мы город запустили в полном объеме. Сейчас несколько домов в 4 микрорайоне находятся без тепла. Мы определили место повреждения, это на прямой отопительной воде. Сейчас мы ведем вскрытие этого места повреждения. И по обратному трубопроводу планируем запустить эти дома, которые сейчас без отопления. Значит, работает у нас 4 звена, 25 человек на устранение аварии и 10 единиц техники. Провезли откачку теплотрассы, ну и вскрываем, приступаем к сварочным работам. Но планируем к концу дня, к часам к 19, там работы закончить. Знаете, у нас порывы, это не редкость вообще во всех сетях, теплосетях. Они устраняются в установленные сроки для такого сечения трубы. Таких крупных аварий у нас, ну, бывают порывы, говорю, но я не скажу, что они очень крупные. Ну, последствия, я вот говорю, мы сейчас приступили, с утра откачали. Ну, к концу дня, там, 18-19 часов планируем мы. Значит, тепловые сети прошли гидравлические испытания своевременно повышенным давлением. Эта магистраль выдержала гидравлические испытания. Кроме этого, экспертная организация провела экспертизу промбезопасности и дала разрешение на эксплуатацию этих сетей. Но случаются такие моменты, что сети все равно при низких температурах, при больших нагрузках, они повреждаются. Ну, мы на это и существуем, чтобы своевременно устранить повреждения выявленные. Ну, прогнозы какие? Я думаю, что отопительный сезон, как и все предыдущие 11 сезонов, под управлением теплостевой комплекс ПАО Т-Плюс пройдет нормально, спокойно. Все жители, все наши потребители будут с отоплением. По словам главного инженера территориального управления по теплоснабжению по городу Балаково ПАО Т-Плюс Ивана Родичева, порывы на теплосетях не редкость. Но вряд ли жители Балаково представляли себя в роли замерзающих в предыдущие годы. И уж тем более веры в спокойное протекание дальнейшего отопительного периода остается все меньше. Именно поэтому во многих магазинах города Балаково сегодня наблюдался ажиотаж на покупку тепловых колориферов. На момент верстки репортажа в 17.00 отопления в дома 4 микрорайона так и не поступило. Будем надеяться, что предстоящая ночь будет встречена в теплой обстановке. Чтобы оперативно следить за новостями подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу ВКонтакте.